Газета Одинцовская неделя вновь приветствует своих читателей выходом очередного номера. Что самое интересное в нем? Подмосковье подводит итоги Петербургского международного экономического форума. Инвестиции, строительство новых заводов, появление новых товаров и рабочих мест, конечно же, это важно для каждого и потребителя, и производителя. Для нашего Одинцовского округа итогом форума стало заключение контракта о строительстве на территории клинического госпиталя Лапина современного комплекса онкотираностики, направления, позволяющего бороться с раковыми опухолями современными методами ядерной медицины. А еще в Подмосковье развивается такое полезное для граждан новшество, как электронный социальный паспорт. Прощай, бюрократия, не нужно будет больше ездить по учреждениям, собирать бесчисленные справки, делать ксерокопии. Обо всем теперь позаботится портал госуслуги. Глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов вручил личную благодарность спасателю Али Карманову. Обстоятельства сложились так, что сотрудник Мособлпошспаса находился на приеме в Одинцовской поликлинике номер один, когда там сработала пожарная сигнализация. Профессионал не растерялся, а быстро ликвидировал источник огня в подвале при помощи штатного противопожарного оборудования поликлиники. 22 июня день памяти и скорби, почитаемый в Одинцовском округе, до которого Вторая мировая война докатилась осенью 1941 года. Всего за полгода гитлеровское нашествие оказалось на рубежах Звенигорода и Кубинки. Здесь было остановлено и отсюда же началось советское контрнаступление под Москвой. Фронт покатился на запад. Врачи отметили свой профессиональный праздник – День медицинского работника. Чествование лучших прошло в ДК поселке Горки-10. В качестве музыкального подарка прозвучал концерт певицы с Зарой. Днем чистой воды для округа стала акция по уборке берегов водоемов Одинцовского городского округа. Добровольцы собрались для наведения порядка в пяти локациях. В одной из них побывала наша газета. Но уборка на водоемах – дело не только общественное. Работы по очистке ведутся в нашем округе и на профессиональном уровне с привлечением специалистов, работающих по муниципальному заказу. До 1 сентября еще два прекрасных летних месяца. Но уже сейчас родителям первоклассников нужно постараться не забыть записать своего ребенка в школу. Запись заканчивается 30 июня. Наш корреспондент Елена Щукина разбирается с вопросом, освещая также тему обучения детей в частных школах и домашнего семейного обучения. В Одинцовском городском округе за партой в этом году сядут более 6 тысяч первоклассников. Небольшая деревенька Шихова под Звенигородом имеет солидный возраст. Ей исполнилось 465 лет. Имеет и немалую славу. Здесь живут и работают уникальные мастера, хранители секретов производства традиционных русских народных инструментов. По случаю дня рождения деревни там прошел фестиваль музыки и ремесел «Звенящая струна». Наталья Игумнова рассказывает о событии и знакомит читателей с замечательными жителями Шихова, этими русскими страдивари, умеющими делать авторские высококлассные концертные музыкальные инструменты. А Валерия Баранцева рассказывает в номере о работе Одинцовского молодежного центра. Публикация приурочена к Дню молодежи, празднование которого пройдет в нашем округе 25 июня в воскресенье. Где именно и во сколько, читайте в нашей газете. И о происшествиях. На этот раз обращает на себя внимание история с обнаружением «Змеи» в одном из подъездов дома по улице Комсомольска и Водинцово. «Змейка» оказалась не опасной, маисовым полозом. Таких часто держат в домашних террариумах. Видимо, у кого-то сбежал, а кого-то изрядно напугал. Хотелось бы еще обратить внимание на нашу афишу. Это лучший путеводитель по событиям, который интересно посетить в выходы дни. Мастер-классы, соревнования, кинопоказ под открытым небом и многое другое. Так что скорее разбирайте нашу очень полезную газету на фирменных стойках. А если случится, что в этот раз номера не достанется, то читайте нас в интернете. Вот наш сайт. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин